Вопрос был дополнительно внесен в повестку дня на рассмотрение комиссии специализированной комиссии про здравоохранения образования и социальной защиты. Председатель комиссии здесь присутствует, можно сказать, что это правда. Мы, Вячеслава Григорьевна Николаевна, и мы поставили позицию руководства района по данному вопросу. И родилось следующее наше предложение. Вы сейчас выслушаете их, если согласны, дополнения какие-то, но что мы предложили, какие-нибудь разновидные ситуации. Рассмотрев премия в приказе директора полиции районной больницы номер 1101-1-28-2-го, где пишут, что репрофилированные хирургические койки в хронические койки, информация о представителе утверждения ситуации, созданной в хирургии, связанной с отсутствием профилепротеек, в случае чего данное отделение не аккредитировано. Национальным советом по оценке аккредитации, учитывая позицию большинства советников, присутствующих на заседании, в отношении к предложению районной больницы о репрофилировании койки, хирургии и родильной отделении, а также принимаем внимание права районного совета как учредителя районной больницы, указанной в пункте 14-м положению в организации функционера районной больницы, утвержденной решением районного совета номер 5-6 мая 2017 года, с последующим изменением, предложением конституционной специализированной комиссии, в которой его состоялось, районный совет Басарабяска решил, 1. Принять сведению о репрофилировании 11 хирургических койков в хронические койки, произведенные с 0 1 марта 2018 года, приказом директора по оценке районной больницы, номер 11-01-01-11-28-2018 года. Районный совет Басарабяска рассмотрит предложение директора по оценке районной больницы о репрофилировании койек родильного отделения только после открытия районной больницы ургентного пункта УПУ-ТП, согласно приказу министра здравоохранения номер 424 от 02-06-2017 года. Обязать директора по оценке районной больницы госпожу Дарину Белоус обеспечить деятельность родительного отделения в соответствии с требуемой происходящей системы здравоохранения. Контроль за исполнением данного решения возложит на лице СССР по заданию вопроса Михайлова Анжелиевна. Да. А можно, Дмитрий Бухгалович? У нас в этом году сколько родов? Погромче в акции. Сколько родов в этом году было? 30. То есть 10 в месяц. Но этот год не начинается с первого у нас в Капаре. А с 21-го. Ваши случаи были оплачены? Случаи родов были оплачены? 0,5. Там у нас оплата по ДРД. Выходит в тысячу с чем-то одни роды. 50%. Вам передали? Ну нам передают общую программу. То есть в соответствии с этим вы за эти 30 родов были поможены. Мы так-то берем, да. Вы берете или не берете? Берем. Берем. Нет, я просто спрашиваю, потому что есть вопрос. У нас получается 30 тысяч мы тратим на зарплату по кинекологии. У нас не обеспечена метаккредитация. Для того, чтобы она работала и была аккредитована. Сегодня ваша функция такова, что вы стоите между молотом и наковальем. Так? Да. Потому что в случае незакрытия, в случае какого-то экстренного случая, смерть, какие-то, не дай бог, но для вас это является уголовной наказой. Не так? Вы будете нести уголовную ответственность. Национальную. Так как это под ваш страх и риск. Абсолютно верно. Для того, чтобы она работала легально, вам необходимо два гинеколога, как минимум. И один реаниматолог, который у нас что был? И неонатолог. И неонатолог. Неонатолог есть. Так. С этим мы вопросом решили. Что вам нужно для того, чтобы получить аккредитацию? Найти штаты детей. И то, я не знаю, с количеством родов, нет, с количеством родов. Еще если запустят нас, то дадут или добро. Так если найдем людей, эти 72 человека, как бы вернутся? Можно я? Вы ремарху. Вы тут знаете, что есть врачи? Радикам, что там, кто врачей спешил, а лекарь купил, но у нас кот. Что, а учиться от рыбаря купил. Да, да, да. Да, да. Что учиться от рыбаря, но есть и донесы. А там потенциал был. Я очень хочу застанавливать. Да, да. Да, да, да. Один, которые делаются, мы должны найти его. Что учиться от рыбаря, в следующем году, миллион. Как дать заявку в комиссию аккредитации? Они приедут, но они, когда увидят, сколько у нас родов, еще не аккредитировали. Хорошо. Я могу вам сказать другое. А что, в Чемчинском районе, в 3 раза больше. А у нас, в Чемчинском районе, в 3 раза больше. А у нас, в Чемчинском районе, в 3 раза больше. И если бы разделить на 3, мы не так уж бриллиантно выходим, по сравнению с чем-то. Я понимаю. Мы, знаешь, больше работаем. Да. Вопрос звучит так. Вы сами персонально можете найти персонал для обеспечения качественной работы? Нет, потому что мы истали 2 года. Ищите, да? Вот вы ищите. У нас распределение кадров один раз в год, два в августе. И никого к нам не распределяют. Я бы... Это судья. А, даже не распределяют. Не распределяют. Это умышленно? Умышленно или нет? Или заявку не добавили. Я хочу... Я хочу задать эти вопросы. В проекте ВИЧИЗИ указано, что возложить на вас обязанность найти эти кадры. Так я вижу. Но судя по тому, что вы 2 года ходите и пытаетесь привлечь кадры. В прошлом году мы выделили кое-какие средства. Мы частично погасили задолженность коммунальных. Господа, 400 тысяч мы выделили для погашения коммунальных долгов. При этом мы не затратили ни одного лея на погашение долгов по медикаментам. Которые составляют миллион пятьсот тысяч. Да? Вы предлагаете... Я не предлагаю. Родовные... Я не... Я не... Я же вижу, к чему вы видите. Я не предлагаю. Но меня не услышали. Как мы собираем предложение заключить так. Обязательно совместно с руководителем данного учреждения. Обязательно председателя совместно с Дариной Николаевной. Найти и обеспечить контроль через месяц с рапортами. И подать заявку на аккредитацию. А также изыскать средства для погашения долгов перед компанией. Уважаемые коллеги. Вопрос гораздо глубже, чем на случай. А? И то, что обязывание, обязанность, человек, она не сделает вам сегодня ничего. Давайте не рисовать себе вот эти вот. Хирургов не было и не будет. Забудьте. Никто не приедет в Бессарапу. Это точно. Два года борьба идет. И ничего. И мы приходим только к тому, что мы наделаем беду. Второе. В прошлом году Донатасеяна коснулась 400 тысяч. А вы знаете, какой ценой? Их не нашли мы. Они должны были делать ремонт в больнице. А мы взяли и их похоронили. За эти самые коммунальные услуги. А сейчас, в ближайшие 10 лет, я не знаю, что может измениться. Больницы их никогда не получат полмиллиона на ремонт. Никогда. Вы видите, что с года в год, куда мы катимся. Согласны со мной? Я думаю, что согласны. Поэтому не надо тянуть, извините, в народе говорят, как та за хвост. Он нерентабельный, денег не будет. Значит, платит страховая компания за страховой случай. А страховой случай, это выпрямленная операция и произведены роды. Другое дело, что обязательно должны сделать где-то место, где-то, как вы там назвали сейчас вот это? У-У-У. Да, У-У-У-У-У. Да. Вот это надо обязательно, потому что в жизни все бывает. И кто-то должен быть готов принять эти роды. Но это как случай какой-то такой. Поэтому мое предложение. Давайте не будем строить замки на песке. Понятно, что этого роддома... Дадим сейчас срок? Да, найди. Ничего она не найдет. И дайте разложить ей руки, пусть она перепрофилирует так, чтобы больница могла заработать. Детскую койку перевести в хирургию. У нас детей избыток. Они не могут уложить, госпитализировать на приставных койках. Нарушают все санитарные нормы. А там можно развернуть. И на этих детях они заработают деньги. И они... Не деньги, а качество услуг будет оказано... Не-не-не, качество должно быть всегда. Должно быть. И не надо умывать руки от качества. Я имею в виду страховой случай. Случай. Они будут зарабатывать, оказывать помощь квалифицированным хотя бы там, где они могут. Вот. А то, что организовать доставку, давайте оставим второй вопрос, а не подумай. И этот самый. И организовать то специальное место на всякий случай. На всякий случай. У нас еще один минус, что у нас четыре здания. Четыре здания. Мы не в одном здании. Это очень большой. Это большая ответственность. Снимать, смотрите. Снимать, смотрите. Пропуле меня. Для информации. ДляIsого. Для similar, чтобы talvez в自己иии семьеи. Благgaина из молодой депар Tal commun, которые в основном необходимых правилах. Пропуле так, прав 1700. Мужчин. Но MAJ и Ф soup Fluency. Это только продолжает. Мужчин Dayzen, прикольное управление, Пропуле Союза, zdающе вас тумно… Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 У нас вопрос, почему я говорю, что я хочу видеть конкретные сроки. У нас все диспозиции, все решения принимаются обязательно, без сроков. При этом у нас вот это обязательство длится годами, и никто никому ничего не обязан, и мы к этому не возвращаемся, у нас получается стопический, то есть руководство решает, обязано оно и когда оно обязано, для себя самостоятельно. Мы его обязываем, но сроки мы при этом не выставляем. Я хочу конкретно в данном вопросе, какой период нужен руководству для определения, что делать дальше. И как мы выходим из кризисной ситуации, когда у нас есть задолженность 1,8 млн, которую мы должны погасить. Мы как учредители должны погасить и перед всеми, перед кем мы имеем обязательства. Мы обязаны погасить. Хорошо, у меня это учреждение, а за счет чего оно будет? Мы рад этим поработаем, Татьяна. Значит, есть предложение, я изучаю. Одно время можно. Я в какой-то степени поддерживаю озабоченность советника. Вы сегодня будете утверждать на второй квартал план работы. В час контроля включить о мерах, принятых руководством, по нормализации этой ситуации. Совместно с руководством района, не надо связывать конкретно. В течение квартала. Совершенно верно. Потому что у вас есть контроль должен быть, в этом я поддерживаю. Месяц это дня, в течение квартала. Как квартал будет? Мы не будем нажать. Ничего, только развернемся. Квартал, в течение квартала. Значит, я довожу до вас, конечно, к вопросу уже закрыт. Разговор насчет болицы. И выхожу еще один раз, принято к свидетелю, ну, предложение Дарина и Михайловна. Да, потому что у вас оно одинаково. Ну да. С моими дополнительными. Принято к свидетелю реприфилирования 11 хирургических коек, хронических коек, произведенных 1 марта 2008 года приказом директора МПСУ района. Второй районный совет Басарабянский рассмотрит предложение директора МПСУ района больницы о реприфилировании коек родительного отделения. Только после открытия в районной больнице ургентного пункта УПУ тип 1. Согласно приказу министра здравоохранения номер 424. Обязать директора МПСУ района больницы госпожу Дарину Беловусь обеспечить деятельность родительного отделения в соответствии с требованиями предусмотренной системы здравоохранения. Четвертый. Контроль над исполнением данного решения возложить на вице-председателя района по социальным вопросам, господин Андрей Михайлович. Можно? С учетом моих вопросов. По поводу хирургии, услуги хирургии. Куда? Вы закрываете? Мы не закрываем, а приостанавливаете. Приостанавливаете и... Далейшие действия. Куда? Кто за? Это проигрыш. Я доложу до сведения, господина Насу. Я хочу рассказать вам случай, который был у нас. Случай, это был случай. Считатель комичного ростов, разрушение. Андрей, ты малый, господин Белорус. С дополнениями, которые внесла я, да? Нет. С дополнениями, которые внесла я. Только не месяц, а парт. 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17. произведенный с 1 марта 2018 года приказом директора МПСУ районной больницы. Второе. Районный совет Басарабянский рассмотрит предложение директора МПСУ районной больницы в репроферильное кое от родильного отделения после открытия районной больницы у депрогенского пункта УГИД УПУ 6-1. Согласно приказу министра здравоохранения. Обязательно директор МПСУ района больницы, где спрашивает Дарина Белауз, обеспечить деятельность родильного отделения в соответствии с требами предусмотренной системы здравоохранения. Четвертый. Контроль над исполнением данного решения возложит директора МПСУ района с поставленным вопросом. Вы согласны, что так посмотрите? Я говорю, как от имени общественности. Я не говорю по поводу того, что плохое предложение. Оно все правильно. Но если вы закрываете, приостанавливаете, приостанавливаете данный вид деятельности, должно быть указано, куда вы, каким образом вы это решили. Ничего тут. Просто добавьте. С правом контракта. Я это решение сейчас буду в компанию, все ознакомлю и сразу мы уже будем контракт с какой больницей. С какой больницей? Господа, для того, чтобы вы поняли и не боялись поднятия руки, чтобы вы не думали о том, что закроется хирургия, сейчас слушайте меня. В хирургии есть койки мест, которые должны оплачиваться, если была бы аккредитация данного учреждения, оплачивалась страховой компанией. Сегодня мы эти деньги недополучаем, потому что нет аккредитации данного учреждения. Значит, при увеличении койки мест через терапию будет доплата на эти койки мест, значит, наше медицинское учреждение дополучит финансирование. Сегодня просто вы сидите, ну, я с вами согласен, вы многие недопонимаете, как и я тоже много недопонимаю. Вот теперь разжевываю я, чтобы вы поняли, что не надо бояться того, что мы приостанавливаем. У нас за счет приостановления увеличатся койки мест в два раза, да? Все понятно. Ну, на 10. Ну, на 10. Ну, даже на эти 10 койок мы сколько доплату получим за койку в год? Это будет хронический, который хватит за 3-401 случаи. У нас КАС-КОМА. Значит, мы дополучим финансирование от медстрахования. Так что не надо бояться подумать. Там на голосование про это, который был виноват. Стоп, не могу. Если вы на ремарке, что это закрыли, а что делать для того, чтобы... Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ну, подождите. Ну, подождите. Ну, что подождите, уже подогласно. Доктор субботнику. Может быть, не всегда. Да, да. У нас все, что у вас вообще не всегда. У нас все. Военных по-другому. Да, да. Ищи. А вот не всегда, субботнику. У нас все. У нас все. У нас все. Возвращаемся в ситуации, в том, что фонд Ротиер для САТИ находится в базе номера людей в саду, и фонд Ротиер для Раион находится в базе километрилов, находящих в Гестнице Реональд. Дискутывая с Раиональдом, и с Консилием Локал Карабетовка, мы решили, изменить кредитную скорость в Крымане, руководителем, и садоклевых ее, и садоклевых ее желаемых. У вас есть младение с Раунальдом, и млад開аймана. Это младение следует, и садоклевых, и садоклевых, Я так понял, желание, значит, Карабетовки, чтобы передали дорогу, автомобильную дорогу, местное значение передали районному совету. Мы ведем учет земель в районе. Землеустроители примареют, потом нам передали медали правительству. Вот так идет сам всегда. Значит, сейчас для меня видно, что непонятно, но почему я говорю, потому что передать дорогу, значит, надо передать дорогу. Сегодня по моему учету, по нашему учету по кадастру, мы имеем дорогу, полевую дорогу, от дороги, которая идет Чемишлею, после Ярдановки, там есть колодья, если все знают. Далее полевая дорога ведет на Карабетовку мимо Церкви, идет центральная дорога. По учету, значит, пятиметровая дорога идет до речки, граница с Ярдановкой. Надо учитывать, что после речки трехметровая дорога. Если примете решение передать эту дорогу районному совету, собственность, надо формировать, согласно закону, кадастру. Как иметь проект на этом городе? Поэтому я думаю, что надо сначала местному совету, наверное, сделать отвод земель. То есть сколько земель пойдет туда, на проезжую часть, на обочину, на пюгеты, на лесополосы, все это. И сколько получится у вас эта дорога, иметь секторов, передать вот эти земли собственному районному совету. Если районный совет посчитает, что это выгодно, экономически выгодно для Карабетовки, для района, те дороги, которые есть, ведут на Ярдановку, та дорога, которая ведет сюда Клинин, невыгодно экономически. Дать деньги и построить третью дорогу, если так можно. Поэтому вопрос пока, я не знаю, как, если примете решение, как иметь эту земель дальше. Примария Карабетовка обязается. Поэтому такие дороги, как вот, есть дорога, чтобы Майданов прямо уйдет в дорогу. Есть, значит, село Богдановка. Давайте как в Карабетовке говорить. Дай, так, что люди, мои цены, что могут поместить магазин. И, Ригнари, после того, как 2 миллиона, два миллиона бабки. А, по счастницам, люди, которые, у нас не знаю, не знаю, не знаю. 2 миллиона бабки, а ты не схожай ему. Дальше, не бухтепередача. Не возникшай ему! Дайте я. Слушайте, Майдановка, как эти две тысячи. Вы не знаете, как вы говорите? Вы сказали и вы сейчас вам о том, что вы не обиноваты. Процедура для трансмитера. и продолжается. И Примария Карабетовка ищет, при пункте 3, Консилия Сетеца будет реализовать и проявить все документы необходимы. Но это после Консилия райональ принимает примирение. Ази, Консилия райональ не принимает балансы агентство принимает примирение приема 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 и почему вы говорите на этом два месяца и почему вы не спросите у меня после этого? Почему? И Примария Райональ у него говорите, я мы поговорим на этом. Ни не было в порядке в зиме. А у вас есть начальник? Я начальник отдал документ. Я должен бегать и я объясню что экономически району выгодно потому что район будет получать деньги. Это не идет. Нет, никак погодить. Как? Это как правительство хочет, никак бегать. А вы почему не имеете у вас на баланс? Я вам ламурис что дороги в саду в саду в саду в базе на уровне по-популяции в саду. И с дороги или с дороги или с дороги в саду в саду в саду в саду love . А мы видим Продолжение следует... 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 Продолжение следует...